Я всех приветствую на своем канале Инфам и Инфам, и с вами Елена. Что ж, вы наверное уже догадались по названию, теговое видео, которое я подхватила у Адель, называется «Мой интерьер». На самом деле это видео как-никак в стате, потому что если Адель только собирается переезжать, то мы только недавно переехали, мы все еще занимаемся, обживаем нашу квартиру, покупаем мебель, покупаем какие-то предметы интерьера, и это тег как-никак вовремя. Итак, ваш любимый цвет в интерьере. Вы не поверите, на самом деле это белый цвет. Объясню почему, сейчас мне скажут, как моя девушка, которая работает, она сказала, ой, это же так скучно. На самом деле, не знаю кому как скучно, я считаю, что белый цвет, он более солнечный, такое ощущение, что светлее в комнате, и он делает как-то вид такой более, как будто у вас больше пространства, как-то вот чувствуется себя намного лучше, как будто вот больше воздуха. Во-первых. А во-вторых, на белом цвете, потому что это цвет фона, это как белый чистый белый лист бумаги, на нем можно что угодно нарисовать, поэтому вашими предметами интерьера можно добавить какие-то цветовые акценты. И на белом фоне лучше всего смотрятся картины и фотографии, так как у нас их все-таки несколько, то это добавляет как бы стиль, и на белом фоне хорошо видно. Ваш любимый предмет интерьера? У меня есть новый любимый предмет, но у меня как бы предметов несколько. Самый новый это напольный торшер, который мы купили в Икеа. Почему торшер? Потому что, не знаю, вот этот вот абажур, он создает такой мягкий свет, и делает некий такой уют в квартире. И вот это вот, знаете, там надо вот так вот дергать, чтобы он включился, и это не просто нажал-выключил, да. А вот что-то вот есть, не знаю, вот такое ощущение, что у этого предмета очень много уюта и тепла исходит. Поэтому это любимый предмет. Паркет или плитка? Точно паркет, потому что, не знаю, у нас на прошлой квартире был такой хороший массивный паркет, такие доски, он еще был совсем старинный, и, не знаю, дерево, оно как-то создает больше уюта. Плитку я люблю, может, на стенах, там, в кухне, в ванной комнате, те, но на полу предпочитают все-таки паркет. Вы предпочли бы квартиру или дом в пригороде? Однозначно квартиру в городе, потому что мы с мужем оба, два человека таких городских, мы любим, знаете, вот просто, я не знаю, иногда я прихожу домой, и мы вдруг что-то вот так вот спонтанно решаем, пойти в кино, пойти в оперу, пойти, не знаю, на концерт, в театр, неважно. Мы каждую неделю точно куда-то ходим, а то и по несколько раз, и с людьми встречаемся, друзьями. Дом в пригороде, все-таки более спокойная обстановка, каждому свое, может, я когда стану более пожилой, и мне захочется домик какой-нибудь, но на данный момент мне нравится динамика города, мне нравится движение, мне нравится чувствовать вот эту вот жизнь. Ваша последняя покупка для дома? Ну, как я и говорила, что мы до сих пор все еще докупаем вещи, это, конечно же, для интерьера. У нас это вот такой вот предмет, сейчас спросите, что это такое, это натуральный, в общем-то, какой-то лист натуральный, я бы даже сказала, может, не знаю, может, это даже банановый лист, который сушеный и так сделан покрашенный. Я его купила для того, чтобы поставить вдоль стола, поэтому он такой, имеет интересную форму, выглядит это очень красиво, и цвет мне нравится, это такой вот некий кремовый, поэтому вот такой вот лист. И мой муж выбрал вот такой вот подсвечник, здесь вмещаются вот такие четыре маленькие свечи, видите, он такой вот в стиле, это как бы бетон такой, как будто бы он уже использованный, то есть такой специально подстаренный, на мой взгляд, очень даже красивый такой объект, неплохой, хороший выбор мужа. Следующий вопрос. Если бы были деньги, какой дорогостоящий предмет интерьера вы бы приобрели? Вы знаете, наверное, мою большую слабость к стилю Arnouveau, и я думаю, что это был однозначно комод в стиле Arnouveau. Это точно. Я очень люблю этот стиль, и комод это такая вещь, как бы, на которую можно что-то поставить, это все так красиво выглядит, ты им часто пользуешься, он у тебя часто на глазах, поэтому постоянно что-то оттуда достаешь, или, допустим, для сервизов, знаете, что-нибудь такое, да, где можно было бы посуду поставить, не знаю, нет, думаю, комод все-таки, да, комод в стиле Arnouveau, если бы совсем уж было много-много денег, но я думаю, что это, такого даже и не купишь. Так, где вы покупаете обновки для дома? Если честно, как и все люди, мы всегда ходили в Икею, но в этот раз мы зашли чисто случайно в один магазин, который называется Flamme, немецкий, и там они, в общем-то, продаются очень много мебели, а также мы показали немебельщин ждем, и вот эти вот предметы интерьера, которые я вам только что показывала, они из этого магазина, также я тут сделала такой вот, такой вот поднос с украшением, это тоже из этого магазина. Если бы вы были комнатой, вы были бы зимним садом, зимним садом или верандой. На самом деле, на прошлой квартире у нас как раз был зимний сад, и там я снимала обычно вам видео, потому что там было больше всего света, это, не знаю, хотя это самая малюсенькая комната, она настолько уютная, мы всегда там завтракали, то есть, в общем-то, там всего лишь стояло два стола, то есть, один меньше для меня и побольше обеденный стол, и много цветов, поэтому как-то вот создается такое романтическое такое настроение, это была наша комната чтения, мы там общались, читали, поэтому это явно зимний сад или веранда. Так, я сказала, что я была бы зимним садом, если бы вы были предметом мебели, вы были бы туалетным столиком. Я была бы красивым туалетным столиком, наверное, снова же в арн-во в стиле, на котором бы лежали благоухание, всякие духи, косметика, и женщина каждый раз бы просыпалась с радостью, чтобы за ним сидеть. Да, так что, так как я просыпаюсь каждое утро, и с такой радостью просто сажусь за свой туалетный столик, поэтому, да. Что ж, на этом было все, на самом деле, я ответила на все вопросы. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Также буду очень рада видеоответу на эту тему, на этот тег, если кому-то захочется его сделать, как мне. Как я говорила, я оставлю также видео Адель внизу. И говорю вам до следующей встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok